Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья и канал Садовой Фантазии. Спустя месяц, наконец-то, я добралась до своего сада и начинаю съемку, такую обзорную прогулку с весьма, мне кажется, необычного места. Я редко снимаю из этой точки, потому что в течение всего теплого периода времени, летом, здесь мало ярких красок, все такое довольно-таки спокойное, зеленое. Но сейчас, я думаю, что вы уже догадались, почему именно отсюда я начала съемку, потому что сейчас в кадре красавцы бересклеты крылатые. В этом году они полностью красного цвета, и даже бересклеты крылатый сорт компактус очень-очень ярко окрасился. Ходила сейчас вокруг них, прям, не знаю, настоящие хороводы получились. Очень хотелось сфотографировать их красиво, но вот пока еще забор и невысокие соседние растения не очень-то создают интересную пейзажную картину, на мой взгляд. В общем, все-таки этому месту необходимо подрасти. Ну, а яркие краски, вот они видны издалека. И когда я придумывала вот эту композицию, я именно ждала вот этот синий эффект, когда зеленая хвоя, сосны, можжевельников будут очень эффектно смотреться рядом с вот такими вот красивыми пурпурными листьями бересклета. Ну, в кадре, конечно же, мечи, куда же без них. Вот сейчас я подхожу немножечко поближе, чтобы показать вам вот эту красивую осеннюю окраску бересклета крылатого. Вот такой вот он скромный, все лето стоял зелененький, а сейчас очень красиво в паре смотрится вместе с можжевельником средним сорта Минт Джулеп. Ну, и вот здесь очень такая интересная компания получилась. Сосна черная, можжевельники Минт Джулеп и скальный можжевельник, и вот они бересклеты. Вот самый маленький вдали это бересклета крылатый сорт Компактус. Он будет такой вот не очень высокий. И очень красиво сейчас, смотрите, эхом отзываются плоды яблоки сорта Пионерка. Вон они там краснеют. Плоды у меня были в этом году первый раз. Оказалось, что они весьма вкусные. Мы тут даже с ребятами сейчас немножко перекусили. Вот такая вот красота. Сосна наверняка будут вопросы. Видите, желтеет. Это осенний хвеепат. Ничего страшного. Ну, обычная физиология у растений. Здесь очень красиво сейчас, прям как-то, я не знаю, настоящей осенней краской цветет лапчатка. Желтенькая. И вот добавляет этой осени. Вы уже видите, что здорово пожелтели березы. Очень красиво все это сочетается с голубым небом. Вообще, я люблю сад в любое время года. И осенью, наверное, люблю особенно вот за эти его яркие краски. Так, ну и мы сейчас с вами подходим к яблоням. Вот видите, краснеют плоды сорта Пионерка. Очень-очень они вкусные. И, наверное, варенье из них тоже будет отличное. И вот вдали более такой красно-оранжевый цвет. Это сорт Эверест. Ну и доцветает гортензия. У нас уже были морозы. И такой уже, знаете, основной цвет в саду уже скоро станет коричневый. Вот так вот, смотрите, усыпана яблоня Эверест. Красиво очень смотрится. Мне нравится особенно на фоне голубого осеннего неба. Очень хорошо. На вкус яблоки так себе. Пионерка лучше. Пионерка съедобная. Это вот Эверест. Нет. Ну, я знаю, что птицы будут очень рады. В прошлом году был маленький урожай Эверест. Все было съедено. Ну, в этом году, я думаю, что как раз им тоже будет для корма отлично. Новая площадка в саду. Вот так сейчас она выглядит. Желтеет также хвоя утуи елую риба. Вот так сейчас это выглядит место. И совсем недавно я показывала вам видео про гортензию гибридную сорта розанны. Это видео, которое я показывала вам совсем недавно, было снято в начале сентября. А сейчас уже начало октября. И, как видите, она еще до сих пор цветет. То есть полных 4 месяца в году у вас это растение будет цвести. Ну, если, конечно, вы живете, как я, в Подмосковье. В теплом климате, наверное, она будет цвести и раньше начинать, но там ее лучше все-таки высаживать в полутень, потому что, ну, гореть она начнет. Зона отдыха моя с розами, с креслами Адди Рандак. Вот так сейчас выглядит. Розы, в общем-то, надо готовить к укрытию, но не знаю, как в этом году у меня получится. Получится ли, в принципе, это вообще сделать. Очень красиво сейчас смотрится опавшая с берез листва. Газон очень хорошо выглядит. Сейчас мы с вами пройдем во входную зону. Я покажу вам, как выглядит газон, который я посеяла в конце августа. И покажу вам свои покупки, которые я приобрела со скидками. Застала в питомнике Садко скидки на весь ассортимент растений 30%. Так что пойдемте смотреть, что купила. Так, переместились во входную зону. Зеленеют шарики туиданики. Красиво желтеет уже гортензия, аннабелли, метельчатые гортензии потихонечку начинают желтеть их листва. Очень красиво сейчас цветут розы. Смотрите, если подойти поближе. Это в кадре роза. Боника все еще цветет целый месяц. Я уезжала, она цветла. И, в общем, как видите, очень красиво. Сейчас она смотрится рядом с очитком видным. Ну и здесь вот тоже цветет еще роза Lavander Dream. Пастела цветет. В общем, смотрите, вот такое яркое-яркое здесь пятно насыщенное. Осенью мне всегда нравится, как смотрятся пурпурные растения. Мне кажется, они в этот период времени смотрятся естественно. Ну, осень же, яркие, насыщенные краски. А вот летом они, конечно, выделяются. Так, друзья, смотрите, газончик зеленеет. Его, в общем-то, уже можно покосить. Не знаю, насколько я это успею сделать. Ну, такая вот красивая, красивый зеленый прямоугольник получился. Смотрите, как красиво смотрится. И цвет прямо сейчас такой вообще насыщенный, насыщенный зеленый. Очень хорошо получился. В общем, я довольна проделанной работой. И самое главное, результатом ее прямо это вот то, что я, собственно говоря, и хотела. Так, ну, теперь давайте к растениям. Так, ну, вот оно, мое новое приобретение. Не удивляйтесь, это туисмаракт. Конечно, они малышки. Даже не знаю, будут ли они метр в высоту. Скорее всего, нет. Куда планирую посадить? Расскажу в следующем видео. Обязательно заглядывайте. Покажу, что у меня получилось. У меня очередные переделки в саду. Но все, в общем-то, все, что я запланировала зимой, вот я потихонечку продолжаю исправлять ошибки в саду. И потихоньку переделываю некоторые части сада. И пойдемте покажу еще одно вам растение, которое я очень давно искала в питомниках. И, наконец-то, купила. Так, ну, а пока мы бежим с вами к новым растениям. Хочу показать вам, как сейчас выглядит живая изгоратья, из кизильника блестящего. Смотрите, вот она тоже начала уже где-то желтеть, где-то даже пурпурные листочки появились после пересадки весенней. Находится на полном солнышке. В общем, здесь все хорошо. Теперь нам осталось пережить эту зиму. Я понимаю, что место сложное, что она будет немножечко поломается здесь под снегом. Почему здесь такие посадки и что ждет их весной, об этом можно узнать в видео. Ссылку на видео я оставлю в комментариях о сложном месте в моем саду. Так, и еще одно местечко не могу вам не показать. Смотрите, это тоже место, которое злаки и хвойные, которые я доделывала в этом году. Это тоже оно сейчас очень хорошо смотрится, симпатично. Злаки создают воздух, объем, прозрачность. И сосны задают вот этот очень красивый, сочный зеленый цвет, который мне здесь был, в общем-то, нужен. В общем, я довольна очень результатом. Друзья, и новая клумба, покажу вам ее, потому что здесь, наконец-то, я приобрела для этого места спирею березолисную. И сейчас она уже в осеннем окрасе, но, скажем так, не в лучшем состоянии, потому что, ну, долго стояла в питомнике, наконец-то было посажено, поэтому, конечно, ну, питания растениям не хватало. И, в общем-то, вот оно только-только приходит в себя. Красоту, в общем, свою покажут, друзья, в следующем сезоне. Но самое главное, что я ее купила, я ее собираюсь размножать, буду черенковать, потому что у меня на это растение очень большие планы. И вот так же, как березклет, чем хорошо это растение, тем, что летом это спокойный зеленый цвет, а осенью она выдает буйство цвета, и тем самым это будет такой временный эффект, очень-очень украшающий сад в определенный период времени. Ну вот, друзья, собственно, на этом все. Прогулка у нас сегодня с вами получилась немаленькая, но я и в саду в своем не была целый месяц. Конечно, мне в первую очередь хотелось погулять, побродить, посмотреть на сезонные изменения в саду и поделиться этой красотой с вами. Всех благодарю за внимание, всем спасибо и всем пока-пока!